Индокитайский цветочный трипс Сцертотрипс дарсалис является полифагом, обитающим как на диких, так и на культурных растениях. А это цитрусовые розы, перец, огурец, баклажан, хлопчатник, арахис, чай, земляника, виноград. Почему он был включен в карантинный перечень Российской Федерации? Несмотря на то, что основными куличными культурами в закрытой грунте являются томат и огурец, о котором есть более опасные вредители. Дело в том, что этот вид – один из наиболее значимых вредителей розы в закрытом грунте. В частности, попав в Соединенные Штаты, в Флориду, он стал одним из главных вредителей розы. Вид индокитайский цветочный трипс происходит из стран Юго-Восточной Азии. Впервые был описан в 1916 году на растениях клещевины и перца в Южной Индии. Сегодня индокитайский цветочный трипс распространялся в других частях мира – в ряде стран Америки, Африке, в Австралии и на островах Океании. Вредитель неоднократно регистрировался и в Европе. В частности, в начале 90-х годов прошлого века его выявляли на горшечных растениях в Нидерландах. Но очаги были успешно ликвидированы. Так же, как и в Дании, которого выявляли тоже на горшечных растениях, импортированных из Таиланда, в частности, на орхидеях. В Великобритании были выявлены очаги индокитайского цветочного трипса в трех теплицах в одном из ботанических садов на юге Англии. В двух теплицах очаги были ликвидированы, а в 2012 году в одной из теплиц, вот в этом ботаническом саду на юге Англии, трипс был обнаружен вновь. Вероятность проникновения этого вида трипса на территорию России специалисты в НИКР оценивают как высокую, так как индокитайский цветочный трипс распространен в том числе в странах, откуда Россия импортирует растительную продукцию – Израиль, Китай, Таиланд. При заселении растений индокитайским цветочным трипсом на различных его частях возникают повреждения в виде светлых штрихов и пятен, которые в дальнейшем переходят в некрозы. Сильно пораженные листья засыхают, на плодах остаются рубцы. Вредит так же, как все остальные трипсы, он повреждает и листья растения, а также, видите, вот бутон розы поврежденный. Он просто, это сосущее насекомое, он высысывает содержимое растительных клеток, что приводит к некрозу этих клеток, и растение либо вот сильно страдает. Вот видите, полная дефолиация куста розы в Соединенных Штатах Америки, в результате действия жизнедеятельности вот этого вида трипса. По мнению экспертов, индокитайский цветочный трипс входит в четверку наиболее экономически важных видов, наряду с табачным, западным цветочным трипсами и трипсом пальма. Трипсы представители отряда бахромчатокрылых. Насекомые мелкие, светло-желтые, полупрозрачные. Ротовой аппарат колюще-сосущий. Крылья оторочены тонкой бахромой. Ноги бегательные. Самцы мельче самок. Внешне это такой же обычный трипс размером 1,1х20 мм. Туловище у него, так сказать, и желтого цвета. А крылья затемненные. Рот циртотрипса насчитывает около 60 видов, в настоящее время описано. Некоторые виды, например, циртотрипса, значит, длинноперий, слонгипенис, водовно отмечены в Европе в закрытом грунте. Но этот вид как бы еще не занял своего ареала и распространяется. Развитие насекомых начинается с яйца. Затем появляются личинки первого и второго возрастов. Далее протонимфа, нимфа и, наконец, взрослая особь и мага. Самцы живут всего несколько дней. Самки около 12 дней. Самки после двух дней питания приступают к откладке яиц. Через 4 дня из них выводятся личинки, и за следующие 6 дней проходят стадию двух возрастов. Нимфы и протонимфы практически не питаются и живут около 4 дней в почве. Всего на полный цикл развития вредителя нужно около 12 дней. У трипса скрытный образ жизни. В стадии яйца обнаружить его при досмотре практически невозможно. Но сам род сцертотрипс хорошо идентифицируется по морфологическим признакам от других родов трипса. А вид индо-китайский цветочный трипс от других видов. Род сцертотрипс – 8-ми членниковые усики с последним маленьким раздвоенным, с двумя членниками. Умеется три пары глазных щетинок, как у рода Франклиниела. Значит, это первая пара, вторая и третья пара, значит, это называемых глазковых щетинок. Очень характерными является грудь рода сцертотрипс. Грудь, вернее, передняя грудь, у него вся покрыта такими извилистыми полосами, то есть морщинами, которые представляют из собой, то есть в некоторых местах, значит, такие макушки или глазки. Для этой группы характерно наличие, так сказать, очень мелких щетинок на брюшке, причем как с верхней, так и с нижней стороны, то есть они как бы покрыты такой шерстью. Кроме того, есть один очень интересный признак, который не применяется для диагностики других групп трипсов. Это форма бахромы на крыльях, значит, то есть обычные признаки, которые применяются и здесь, это наличие концевых, так называемых, щетинок на передней жилке переднего крыла. Здесь, кстати, задействованы щетинки и на второй жилке, то есть здесь их две. Но кроме того, форма щетинок, вот индокитайский точный трипс, мы видим совершенно ровные и гладкие щетинки. А у большинства видов этой группы они такие, видите, извилистые, как будто завитые, как кудрявые, скажем так. Предположительно, трипс не может зимовать в открытом грунте в зонах, где температура минус 4 градуса или ниже, и держится более 5 дней. Очаги, которые трудно ликвидировать, возникали только в зонах субтропического и тропического климата. Но борьба с вредителем сложная. Она, возможно, с переменным успехом при помощи использования органфосфатов и перитроидов. Причем одни и те же препараты в одних странах эффективны, в других неэффективны, на одних культурах эффективны, на других нет. Ну, одна из причин – это возникновение устойчивости или резистентности этого трипса ко всем группам химических препаратов. Ну, и, конечно, в общем-то, более многообещающий и экологически безопасный метод борьбы с этим видом трипса – это использование хищных клещей и хищных клопов. Вот, неосейлюса хищного клеща, еще других видов хищных клещей, более экзотических в некоторых странах применяют, и хищных клопов рода Ориус. Исследуется возможность применения против вредителя хищных трипсов, а также энтомопатогенов.